В Луганской области оккупанты массово бегут со своих позиций в связи со значительными потерями личного состава. Об этом рассказал один из российских военных, своей жене, по телефону. Этот разговор перехватили в Главном управлении разведки Украины. Также оккупант рассказал об угрозе окружения российских войск. Ничего не говори только. Тут что-то творится, непонятно. Непонятное творится что-то, блядь. Тут вчера нас крыли сильно, блядь, очень сильно. У нас и убежало много, блядь, позиций. Я Богу молился, мы три часа сидели, блядь, думал. Ой, Господи, как дожди, блядь, я знаю. А вам, ну я уйти оттуда, Андрюша. Ты что, как уйдешь, куда? Тут везде, блядь, такое творится, что, блядь. Ой, блядь. Я даже думаю, позвоню тебе, это, Сашке, положи, это 10 рублей. Я завтра, я на позицию ухожу. Мы на дольняк уходим втроем. Вот, я попробую. Это что такое? Ну, это туда, к хохлам. Я слышишь, это, ну, не всякие постараюсь позвонить. И до ночи переживем, нормально еще, блядь, чтоб это. Уйдем тогда, я после десяти, там связь хорошая. Ну, если отхода не будет, не знаю, чтоб нас не бросили. Вот у нас, так и рот уже не осталось, блядь. У нас два взвода всего. Ты не говори ничего, это все, ты в чатах, ничего. Ты почитай, что там в девке пишут. Потому что они половину все сидят в этом. И Андрюха сидят, Сашку, не знаю, Сашку что-то не вижу тоже. Но они все там в этом, как его, кремяной, кремяной. Тут на позициях нету никого. Ну, они все пишут, что мы здесь звонят, все хорошо, все замечательно. Я думаю, почему они звонят? Молчи. Они все съебали там на банях, а мы здесь, в рубеже.